Цитата про бильярдный спорт гласит, что для успеха в этой игре необходим сплав четырех характеров. Хладнокровие северян, горячности южан, мудрости востока и азартного запала запада. Уже в конце ноября в Тимене пройдет чемпионат мира по русскому бильярду «Пирамиде». Особо столь крупный турнир ждут воспитанники секции с дюшор номер 4. Стереотип все еще заставляет считать, что игра с кием и шарами на бархатном сукне – это развлечение. На самом деле серьезный тактический спорт с большими умственными трудами. Под руководством Галины Мазурова из дюшор 4 в разнообразные виды пирамиды в легкоатлетическом манеже тренируются более 30 мальчишек и девчонок. Если раньше заниматься брали всех желающих, то сейчас от боя приловчиться к игре джентльменов и леди нет. Улучшить зрение с помощью этого вида спорта смог Никита Зверев, игрок на бильярде в третьем поколении. Разбить пирамиду любой сложности, выкрутить сложный шар точно в лузу – все это ему кажется безумно интересным. Да, хоккей, футбол – это интересное. Я играю часто в футбол, но для меня бильярд на первом месте, конечно. Но я хочу, конечно, стать профессиональным игроком в будущем, достигать новых целей и стараться. Говорят, что в Тюмени флёр праздности баров и ресторанов над бильярдным спортом застыл особенно прочно. Всему виной нефтяники, которые в свое время предпочитали коротать зимние вечера с игрой на деньги. Но современные родители понимают всю пользу русского бильярда для своих детей. А семичасовые тренировки у суконного стола и участие в турнирах по сути своей ничем не отличаются, например, от шахмат. Я очень заинтересовался, и он мне очень понравился. Я отличился в Новосибирске, когда мы первый раз поехали, за ним первое место. К развитию ребенка идет умственная физика, геометрия. Все это он уже в голове моментально срабатывает. Черчение, ну и характеризует характер. Он устойчивый, спокойный, ненервный ребенок. Держит себя, может в любой момент себя взять в руки. Артем Демышев в свои 9 лет уже может похвастать небольшой коллекцией трофеев и весомым рейтингом. Он входит в топ-25 лучших юных бильярдистов России. Правда, на соревнования ездит за свой счет. Финансовой помощи бильярдному спорту ждать не приходится. Поэтому материальная база в тюменской секции здорово страдает. У нас столы, можно сказать, в ужасном состоянии. Уже сукно рвется, в некоторых местах просто заклеены клейкой-лентой. Борта уже створки, можно так сказать, как обкусанные. Ну, если помогать будет, то, конечно, это большая помощь. Потому что у нас сегодняшний день, у нас многие спортсмены тюменские, дети, не могут выехать, потому что родители не вытягивают поездку. Хотя они играют на ступени выше моего внука. Играют, но ехать не на что. На турнирах встречаемся, разговариваем даже с Хабаровска. Люди приезжают в Москву, с Хабаровска, с Магадана и их спонсируют. А тюмень, как будто бы у нас нет тюменей. При этом тюменцы не прекращают упорно тренироваться и даже выигрывать. Тренерам, родителям и юным спортсменам очень хочется, чтобы наш чемпионат мира задал детской секции новый вектор развития. Возможно, благодаря их спонсорам. Потому что цели у них ого-го какие. Бильярд помогает лучшей математике. Какие-то стратегии это все изучать. Хочу стать десятикратным чемпионом мира. И все. Продолжение следует...